Всем мое почтение, комрады! С вами, как всегда, Блэйклинг, и в очередной раз мы возвращаемся в, не буду скрывать, уже порядком под задолбавший меня мод Urban House для Jagged Alliance 2.1.13 и на улучшенном искусственном интеллекте от Сэмена. Наш второй отряд продолжает свою деятельность в городе Адриане, но одна уже подходит к завершению, потому что в предыдущей серии была предпоследняя операция, и сейчас двое наших бойцов из второго отряда лежат в госпитале Галилео, отдыхают и, собственно, немножечко пытаются восстановить свою дыхательную систему, потому что немножко наглотались они газом. Первый отряд у нас тем временем полностью вылечился и рвется в дальнейшие поиски Агента Икс, потому что я уже тоже изрядно подустал и хочется как можно скорее найти этого самого Агента и, собственно, посмотреть, каким образом найти Бренду и, соответственно, грохнуть ее, потому что этот мод меня уже порядком утомил, не буду скрывать, в отличие от классической джаги. Также нашел я способ, как починить сломанную радиостанцию, о которой я говорил в секторе П-10. Мы ее нашли. Для этих целей нам понадобятся радиозапчасти, которые продаются у Болтуна в трейке в секторе G2. И, собственно, Тревор уже там. Только что выкупили мы эти самые радиозапчасти для нашей рации. За 200 долларов они у него продаются. И, собственно, осталось только применить их к нашему сломанному радио. И получаем мы в итоге следующее. Радио ANPRC-104A. Это радио позволит вашему специалисту-оператору принимать и передавать информацию. Для работы требуются никель-кадмиевые батареи. То есть в эту радиостанцию нельзя поставить обычные радиобатарейки, которые у нас в обычных радиостанциях находятся. Но при этом очень интересно. Можно ли, во-первых, посадить батарейку до 0А? И если можно, то каким образом будет, соответственно, это показываться на экране. То есть если у любой радиобатарей, допустим, здесь у нас лежали трофейные, показывается такая вот зеленая полосочка уровень заряда батареи. И здесь написано батарейки заряжены. То на 15-вольтовых здесь ничего нет. Здесь просто состояние и все. Но в любом случае давайте мы ее вставим в нашу радиостанцию. И, собственно, ничего не поменялось, да? Ну, ладно. Щит сегодня испытает эту самую радиостанцию. Сейчас мы отведем Тревора обратно, чтобы он отвез эту самую рацию. И напоследок скажу еще одну важную деталь. Так, это сейчас чуть позже. Напоследок скажу еще одну важную деталь. Если вы хотите что-то скрафтить или же модифицировать оружие чем-нибудь несъемным, например, УСМ, или же, допустим, популярной, скажем так, популярной модификацией стержени пружины или же струба плюс пружина, ну не суть. Отдавайте это самое оружие и модификацию механику. Потому что если это пытается сделать какой-то персонаж с низким навыком ловкости и механикой, то, скорее всего, он попросту угробит эти самые предметы до 1%. До нуля нет, до нуля здесь ничего нельзя пустить, но до 1% это всегда пожалуйста. И что еще интересно, у этого радио есть также рентгеновская функция, рентген прибор. То есть, если я правильно понимаю, эта самая рация будет работать так же, как и термокамера, которая активно пользуется Китсуна и Грейс, для того, чтобы определять засевших туалетчиков. Но, может быть, она работает и немножко по-другому. Сейчас таким вот образом мы схитрим, чтобы оказаться побыстрее рядышком со станцией метро. И, собственно, выдвинемся дальше. Не знаю, правда, почему эту самую современную радиостанцию засунули уже в такой прогресс, уже настолько далеко. Но, судя по всему, это как раз-таки из рентгеновского, скажем так, прибора. Хотя, смысл в нем я, конечно, не вижу, учитывая, что здесь термокамера. Но, опять же, баланс, баланс и еще раз баланс. О котором я, естественно, как всегда и скажу. У нас на следующем, скажем так, уровне метро есть еще одна батарея, поэтому недостатков батареек 15-ти вольтовых я не увижу. Хотя, если это самое радио не будет жрать батарею, то есть она не будет ее изнашивать, тогда мы получаем по факту рацию, у которой бесконечный заряд батареи, рацию с вечным двигателем внутри. Опять же, чем думали, когда это все балансировали, я понятия вообще не имею. Так, катаемся в Адриан, пользуемся пока только первыми платформами, потому что, если я правильно помню карту метро, только с первой платформы мы можем сюда приехать. Здесь мы можем выйти с этого направления, либо же с этого, но я выйду с привычного, с южного, потому что я не помню, куда ведет этот самый выход, то ли зачищенный сектор, то ли еще нет. Если вы уже зачищенный, то это замечательно, а если нет, то в принципе ничего страшного. Клифф, вот с ним, кстати, можно поболтать немножечко, если я правильно понимаю, то у нас должен был быть главарь местных гопников, но то ли из-за скриптов, как всегда, что-то ничего не доделали, то ли он сам по себе такой немножко безобидный, поэтому с этим парнем-то, в принципе, можно и не болтать, он ничего вам полезного не скажет. Все, поднимаемся наверх, выносливость у нас, конечно, жрется по самому, я не хочу, но что поделать. Мы можем себе это позволить, потому что Тревору в бой не идти. И теперь с спокойной душой мы передвигаемся к вертолету, который идет на остров. Потратим мы еще 10 минут. Ну, не 10, допустим, 15, потому что нам еще надо будет дойти до нашего первого отряда. И, собственно, ничего страшного в этом не будет. Все, пошли. К вертолету. Рация весит, если я правильно вижу, 6,3 кг. 6,3 кг. Что достаточно интересно, ополченцы у нас уже здесь появляются, благодаря усилиям наших тренировок, наших тренировок и инструкторов. Ну, уже в связи с тем, что активность врага упала до абсолютного нуля, можно вообще их даже не тренировать, а бросать их просто в бой, как свежее пушечное мясо и живые щиты против оставшегося гарнизона. Но мне лень это делать, да и тем более надо же хоть как-то оправдывать пребывание наших инструкторов здесь до сих пор, поэтому со спокойной душой тащимся. Тащимся к первому отряду на остров, а остальные у нас пока тусуются здесь. Все, отлично. Мы прилетели на остров. Что интересно, телепорты достаточно мгновенные, даже учитывая, что мы вот так вот перелетали. Так, прекрасно. Все, отлично. Теперь отдаем нашу радиостанцию щиту. И посмотрим, как она из себя... Что она вообще из себя представляет. Так, стоп, подождите. А что, ее нельзя что-ли надеть? Не понял. То есть она может... Если я правильно вижу, она может использоваться прямо в инвентаре. Так, стоп, секундочку. Вот это мне уже стало действительно интересно. Так, для начала мы сейчас обычную радиостанцию отдадим Тревору. Вот просто так вот. Мне интересно посмотреть, ее что, можно действительно пользоваться? Прямо не надевая. Ё-моё, меня вырвет сейчас. Да, все нормально. Так, ну и что, посмотрим. Радиост. Нельзя. Не понял. Обычно она надевалась в слот поясу. Но сейчас, я смотрю, ее здесь вообще ничего не делается с ней. Радиста, арт-налет. Здесь все закрыто. И смысл тогда в ней вообще? Опять не доделали, что ли, что-то? Или как? Очень интересно. Стоп, секундочку. Если мы сейчас попробуем... Нацепить рюкзачок какой-нибудь... Допустим, давайте заберем рюкзак у ястреб. Попробуем нацепить его. И, собственно, пояс мы тоже сейчас попробуем точно так же отобрать у ястреб и нацепить его на счета. Просто потому что... Ну, если на пояс мы сейчас его применим... Нет. Вообще она не работает. Я не знаю... Я не знаю... Кто... Кто опять так криворуко писал и делал этот самый баланс? Ну, рация просто не работает. Если в любом другом секторе можно... Хоть немножечко... Хотя бы постановку помех, прослушивание там... Включить сканирование. В любом секторе. То есть здесь вообще ничего нету. Эта радиостанция просто бесполезна. И на кой черт она тогда вообще нужна? Господи. Ёппараса. Как... Как же вы меня доконали со своим балансом, ребята? Как же вы меня достали? В итоге... Потратили мы зря время. В итоге потратили мы зря 200 долларов. Хотя, конечно, для нас это не деньги. Но в целом... Не знаю, кто так руко... Скажем так... Кто своими клешнями из задницы так все программировал? Не знаю, честно, зачем она тогда нужна. Как ей пользоваться. Но она не работает. Батарейку я сюда поставил. Да, ну... Смысла от этой батарейки я не вижу. Потому что он вообще не работает. Рюкзачок Элиста здесь, конечно, есть. Только мы зацепить его не можем. Скорее всего, опять что-то не доделано. Потому что... Батарейку-то 15-вольтовую поставить можно. Но только толку с нее в этом нет. Ну, хорошо. Тревор тогда отправляем обратно. И выдвигаемся дальше. В поиске агента Икс. С севера никого не ждем. 12 против 10. Нет. Ну, радиостанция-то, конечно... Не цензурно сказать, не матово писать. Выйдем вот здесь. Кстати, если я правильно вижу... Половина этого самого сектора слизана из... Сектора города Калиста. Если вы помните серию, которую я обозвал прям как на Новый год в любом магазине. То посмотрите сами. Здесь нету только станции метро на северо-западе. Есть заправка. Есть, скажем так, вот это центральное большое здание. Которое немножко поменяли, если я правильно вижу. Но в целом... Итог один и тот же. Есть на севере, скажем так, два домика, которые почти точно такие же, как и были. Заправка есть. Ну, юг и юго-восток немножко поменяли. Ну и заодно... Северо-восток тоже чуть-чуть изменили. По крайней мере, здание здесь было... Было немножечко менее масштабное и было огорожено забором. Здесь оно менее масштабное и, соответственно, забора нет. Но, по сути, не пойму. Зачем все это было делать? Так, ну что ж. Тогда начинаем потихоньку действовать. Как всегда, наши снайперши вместе с пулеметчиком полезут сейчас на крышу. Им в прикрытие будет выдан техномаг. В общем-то, почему бы и нет. Ребята с короткостволом, я думаю, здесь себя более-менее нормально покажут. Мы никого не ждем в плане подкреплений. Поэтому со спокойной душой можем немножечко подзабить. На северные направления. Мы видим одного гаврика, который здесь решил тусоваться. Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, где хотя бы один. А болтус? Поэтому пока можно выдвигаться и, собственно, подстраховываться в плане обходных маневров. Чтоб противник нас случаем не обошел. Этот а болтус нас не видит, поэтому со спокойной душой можно пока потихоньку выдвигаться. Так, ничего подбирать пока не надо. Леопард тоже пойдет понизу. Щит чуть-чуть назад. Или, если что, сместится чуть-чуть повыше. На крышу пока не лезу. Сейчас посмотрим, услышим мы кого-нибудь или нет. Так, двое с севера. Ну что ж, с этой крыши вроде как никто не шевелился. Пока тихий режим мы отключим. Пока мы его отключим. Техномаг залезает на крышу. Здрасте. Хорошо наш ход оказался и у нас не перехватил. Так. Вот это неожиданно было. Хорошо, Китсуна тогда тоже залезает на крышу. С тем мы сейчас разберемся. Так, этого пулеметчика надо замочить отсюда. Так, 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 звезда. Давай-ка гранатомет. И все. И на этом наша полномочия как бы все. Ничего страшного. Здесь можно подойти. Скинуться. И мы его почему-то не видим. Дерево нам походу мешает. Теперь видим все прекрасно. Тогда огонь. Она отлично уложила на его. Прекрасно, девочка. Прекрасно. Ястовь залезает. Да, нам здесь сейчас очень повезло, что противник ход не перехватил. Если бы это случилось, ну, было бы маленько больно. Так, хорошо. Здесь движемся вперед. Ребята с краткостволом нас тут подстраховывают. Команда у нас подойдет поближе. Вон еще один. Четырехкратный прицел, чтобы попасть более гарантированно. Валим его. Леопард может со спокойной душой подбежать за этот куст. И залечь за ним. Он, конечно, не гарантирует стопроцентного шанса, чтобы они не попадут. Но хотя бы штрафы наложат. Еще четвертый. Прекрасно вообще. Забавно, что они все здесь. Они, походу, здесь все. Так, тогда мы, получается, леопарда-то подставили маленько. Ну, ладно. Мы не знали, что он здесь, поэтому... Ничего страшного, если штурмовик получит небольшую царапину. Трех мы уже сразу вынесли. Ага, вон он решил побежать сюда. Элли, давай. Твой шанс, отлично, прекрасно. Ты его остановила. Звезду не трогаем, потому что у него гранатомет. Он сейчас ничего не сделает. Теперь он в поле зрения щита, ему отсюда вообще не спрятаться. Да, он может сюда сместиться маленечко и залечь. Но на этом, как бы, его полномочия все. Больше он отсюда никуда не денется. А, здесь еще полицейский участок, здесь еще менты. Ну, эти-то гаврики, ладно, эти нам не страшны. Здесь сидит за кустом. Ну, ничего страшного. Тогда. Марс может со спокойной душой прям подбежать. Залечь. Скинуться. И пока ничего не можем. Пострелять-то можно, да. Только смысла в этом нет. Давай, щит. Этот тогда твой. Минус четвертый. С севера никого, так что спокойной душой. Немножечко подзабиваем. Так, Леопард возьмет пока дробовик. Просто потому что, почему бы и нет. Здесь смещаемся. Разворачиваемся. Скидываемся. Или тоже чуть-чуть вперед. С этого направления, ребят, как короткостволы. Как это двойственно звучит, конечно, но ничего страшного. Перемещаются, чтобы подстраховывать. Ястреб, в общем-то, тоже может сместиться. Парреть ментов маленько, если ей дадут это сделать. Пока она никого не видит, это неудивительно. Фея тоже маленько смещается. Здесь где-то гарантомет убираем. Пододвигаемся поближе. Ну, сильно наглых я уже не вижу здесь. Сейчас они, скорее всего, на нас не полезут. Поскольку мы сразу четырех вынесли. Нет, кто-то шевелится. Скорее всего, создание банка. Потому что, если я слышал этот самый звук, скорее всего, где-то здесь кто-то тусуется. Это был негражданский. Слышь, ты! Он попытался снайпер-шу разцепить. Ты, дружище, не наглей там. Ага. Он действительно оттуда смотался, походу. Ну, давай, дай ему. Потому что нефиг стрелять по моей снайперши. Они должны были оказаться под подавлением, под шоком. Просто потому что калибр-то достаточно крупный. 7,62х51. Он очень хорошо давит противников. Так, с этого направления. Или может со спокойной душой смещаться севернее. К этим трупам. Щит тоже смещается. Команда за машину. СВДК. Ну да. Хорошо, что у нас фея решила пострелять и попасть. Здесь пока. Сидим, подстраховываем. Команда под пулей. Леопард по-прежнему лежит. На своем месте. И никого не трогает. Здесь чуть-чуть сместимся. Снизу кто-то. Ага. Там противник. А вопрос, кто его увидел. Так, а вон он, собственно, и тот, который в банке тусовался. Ну да, шанс, конечно, был очень маленький. Опа. Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Это лупят по Элли. Их там двое. Ну ладно, троллить, потому что здесь еще один бегом. Аня, подожди, здесь мент бегом. Да. Так. Огонь по вот этому тогда, который сидит. Да ладно. Фея сегодня в ударе. Так. Того мы не видим, да? Хорошо. Давай все-таки попробуем выйти. Давай попробуем выйти. Скидываемся. Шаг боком. Вон они. Вон они оба. Далековато. Далековато их зацеплять. Отойдем. Да. Так. Фею тоже отведем чуть-чуть назад. Потому что мы его пристрелили щит. У нас за дерево. Пусть они нас немножко, может быть, видят. Хоть какая-то страховка у нас здесь будет. Гранатомет. Смысла в нем нету. Просто потому что... Я тут. Просто потому что смысла действительно нет. Здесь крыша нам мешает. Так. Менты продолжают нам... Меня немножко нервировать. И я их не вижу. Меня это бесит маленько. Давай-ка сейчас прям в куст попробуем его сейчас снизить. Нет, не получается. Так. И я его здесь не вижу, да? Да, мы здесь плохо просматриваем из-за этих самых хустов. Ладно. Ничего страшного. Пока продолжаем их держать. Команда чуть-чуть вбок. Стрелять не можем, но ничего страшного. Сейчас чуть-чуть... Еще времени. И мы сместимся. Звезда тоже маленько в обходной путь. Бегают, бегают, бегают. Так. Четырехкратный прицел. По ногам не получается, только в пузо. Ну попробуем в пузо ему. Это было близко. Это было близко. Жаль, не попали. Машинка нас спасает. Прекрасно спасает. Где-то сейчас должен был быть третий. Но где он? Вопрос хороший. Так. Вы меня реально уже бесите. Где Тарангутанг? С автоматом. Сейчас добесите. Я туда гранату зашвырнул. Потому что это уже реально ни в какие ворота. Заныкались там в кустах. И мешаются. Ну они умно поступают. Они стреляют и бегают. Просто поэтому я не могу его поймать. Либо он там за деревом тусуется. Походу получил пару раз. Так. Тут как мы поступаем. Давай-ка сейчас Леопард выйдет. Перехвата не должно быть. Прибьем ближнего. Да. Все по классике жанра. Что-то планируешь. В итоге хренас два. Так. Дальнего сведения никакое. По-прежнему тогда. Опять же мажем. Штурмовики. Что с вами? Так. С ребятами что-то не то случилось. Они сломались. Они перестали быть рабочими. Ну что ж. А. Они под крышей. Здесь крышей не зацепишь. Если только рядышком влупить. Чтобы их осколками посекло. Здесь не перелетает. Так. Фея. Смещаемся тогда за куст. Но они нас достать не должны. Так. Щит на подстраховке. Или у нас если что готовится к марш-броску сюда. Надеюсь в этом здании северном никого нету. Там мы гаврика вроде как зацепили. Давай-ка переместим ястреб. Чтобы она здесь контролировала. Ребятки с короткостволом. Здесь лежат и контролируют. Единственное что я сейчас кицуны в эту сторону поверну. Она должна кого-нибудь перехватить. Но эти трое сереньких. Ладно. Мы не попали и ты не попадешь. Да. Леопард конечно накосячил. Еще один здесь это был. Скорее всего за кустами сейчас сидит. И нам и не показывается. И вон мент прибежал. Так. Там мы по-моему мента угомонили. Поэтому. Смещаемся сейчас сюда. Разворачиваемся. Ложимся. Скидываемся. Чтобы шанс был попасть побольше. Этого добить. Ну вот и поговорили. Рэмбо херова. Так. Снайпера я как-то не хочу сюда. Смещать. Да ты меня тренируешь что ли сынок. Просто потому что. Просто потому что. Просто потому что она без брони. Если ей прилетит. Ей будет больно. Здесь. Думаю может со спокойной душой приподниматься. С этого направления команда подсечет кого-нибудь. Или смещается. Опять конечно. Нарисовано. По самое не могу. По самое не хочу. Так. Видно его. Ложимся сразу. Чтобы он нас не палил. Фея как раз таки сместится на место команды. Ложимся. Придет сюда если что разворачиваться. Но я думаю это ничего страшного. Леопарда все что на подстраховке. Здесь ребята тоже на подстраховке. Гранатомет обратно убираем. У нас такой скажем так. Такой челлендж. Достать гранатомет. Убрать гранатомет. Здесь пока. Сечем. Сейчас будет за углом здесь сидеть караулить. За кустом. Вот и мент показался. Которого цеплял Марс. Который не сдох. К моему большому сожалению. Здесь ничего страшного с тобой не будет. Так. Этот по прежнему здесь сидел. Ну где ты там? Поганец. Я же тебя все равно там достану. Достал уже. Так. Тут выходим. А вот мента мы прибили. А почему же нельзя было это сделать другим противникам? Ладно. Заходим. Буду надеяться что здесь ничего страшного нет. Здесь. Тот конечно на перехвате может сидеть. Ну ладно мы пробежим. Так. Разворачиваемся. Прицел пока в коллиматорный. И ничего мы здесь не сделаем. Звезда чуть-чуть поближе. Так. Техномаг. Пару шагов вперед. Китсуна по прежнему нас здесь страхует. Хотя он сейчас на крышу не полезет. Так. Ну здесь развернемся. Где-то здесь лупил. Давай еще раз попробуем его достать. Ага. Этот самый глюк. Когда ты не скидываешься. Но при этом. Выстрел у тебя одиночным происходит. Такое бывает. Если ты не скидываешься. Снизу. Но это тот самый личик который здесь сидел. Точнее и твой здесь. Один из двух шевелился. Ты меня достанешь. Точнее ты меня уже достал. Ты что надоедливый такой как мое начальство а? Ага. Где ты обезьяна? Вот и все. Задолбал. Так. Надо пойти в обход. Чтобы пристрелить того самого Гаврика. Здесь. Я вообще никакой двери не вижу. Единственное. Вот здесь дверь есть. Тут. Тут по-моему если я правильно вижу здесь куст есть. Так что я думаю можно залечь за него. Да. Ничего страшного не случится. Фея пока сместится к бамперу машины. Если я правильно назвал перед. Надеюсь что правильно. Если нет не обижайтесь. Ага. Здесь по-прежнему смещаемся все. Ложимся. Дабы не провоцировать здесь никого. Там еще один мент был. Если я правильно помню. С пистолетом. Но это ничего страшного не будет. Противник шевелится. Но на этом все его полномочия. Как бы все. Да. Вон он мент с пистолетом. Так. Заставим его присесть. Ну ладно. Заставим его лечь и помирить. Заставим его лечь и прилечь. И помирить тоже. Так. Здесь больше не шевелится. Противников осталось всего лишь шестеро. Режим божести у них выключился. Двое точно вот здесь. И оставшиеся четверо где-то вот тут тусуются. Надо будет их искать. И отстреливать. Не самое конечно приятное. Но выбирать не нам. Здесь сместимся. Так. Тут сидим. Здесь мы сейчас попробуем пойти в обход. И пришибить всех. Давай сейчас фею сместим. И все. И сейчас в обход у нас как раз таки пойдут снайпер, пулеметчик и наша медичка-феечка. Эти пускай там внизу тусуются. Если что мы их все таки отстрелим. Все. А он решил сам выйти. Так. Леопарда бы не зацепить. Сейчас попробуем перекатиться. Может увидим его. Такой себе. Такой себе. Мы ни черта моего здесь не видим. Давай-ка уйдем отсюда. Что-то у меня такое чувство, что мы если сейчас начнем стрелять, попадем по-своему. Попали. Ну надо же. Причем в башку. Два раза. Еще и контузили его. Только он не сдох. Но, по крайней мере... А в смысле ты его не видишь? Ты что упоролась? Так, этого гаврика мы прибили. Один где-то здесь тусуется, скорее всего. Так, команда, давай-ка чуть-чуть в сторону. Потому что если отсюда кто-то выйдет, чтобы по тебе не попали. Дальше. Китсуна чуть-чуть поближе. Марс пока развернется в эту сторону, подстраховывает. Ястреб отсюда может отойти. Слушаю, командир! Плохие парни! Здравствуй, а какого хрена ты там делал? Иди отсюда. Круто! Минус двое. Двое из шести. Осталось четверо. Один точно там. Я не понял, конечно, как он там оказался. Скорее всего, либо выбежал из этого здания, либо где-то здесь тусовался. И нам несказанно повезло, что... Нам несказанно повезло, что он нас не запалил. Здесь спускаемся. Фея, тогда тихий режим выключаем, побежали. Ну и, собственно, остальные у нас остаются на своих же местах. Тренируешь, что ли, сынок? Единственное, что сейчас сделаю... Леопарда обратно на свою позицию верну. И пусть здесь лежит. Честь имею. Ментов, конечно, придется выковыривать, но... Это ничего страшного. Так, или с востока. Юго-запад. Ну, это, скорее всего, те самые... Остальные ребята, которые нас немножечко нервируют. То есть, один из последних бойцов противника. Мента мы здесь, по-моему, сняли. Но, может быть, там еще тусоваться. Ну, сейчас со спокойной душой... Снайпера попробуем сюда передвинуть. Тут никого нету, отлично. Тогда пулеметчика отсюда тоже спускаем. Ребятки-короткоствольщики остаются пока на своем месте. Леопард, в общем-то, тоже может отсюда уходить. Тоже через крышу. Так, тут смещаемся. Ментов здесь больше не осталось, скорее всего. Тут нам мешает этот самый куст, за которым стоит заборчик. Давайте, ребята, смещаемся. Леопард на крышу. Сейчас самое долгое и муторное. Выковыривать засадников. Учитывая, какое здесь... Какое здесь, скажем так, строение карты. Это всегда было долгое и муторное и мудное. Долго, муторно и нудно. А не мудно. Хотя, учитывая особенности картографии Урбан Хауса, я не думаю, что я оговорился. Куда? Вернись обратно. Что за моменты по упражнению в Акробакике? Здесь никого я не вижу. Кому можно смещаться. Ястреб никого не видит. Может сейчас подойти к этому самому зданию? Да. Подстраховку ей здесь есть. Фея смещается. Леопард идет сюда. Марс пока за этот куст. Со стороны парковки. Так. Обратно дробовик себе. Здесь разворачиваемся. Леопард скинулся прекрасно. Марс скидывается. Фея. Пока скидывается с этой стороны. Ястреб может спокойно душой лезть на крышу. Так. Техномаг, шаг вперед. Если что, мы здесь будем страховать нашу снайпершу. Чуть-чуть пошумим. Ничего страшного в этом не будет. Здесь скидываемся. Так. Элли. Команды сейчас пойдут по северному направлению. С ними также будет щит. Точнее звезда, которая здесь. Кстати, странно, что здесь противник побежал. Что он не вышел на звезду. У него был хороший шанс. Настрелять по нам. Команда слышит тихий звук движения с севера. Там, возможно, гражданские. Но на всякий случай скинемся. Так. Снайпер лезет на крышу. Все. Сразу ложимся. Покатились вбок. Как колобок. Конечно, можно было бы камуфляж потратить. Но мне лень. Откровенно скажу. Здесь мы никого-то и не видим. Да? Там мы вроде как и просматриваем. Там есть гражданский. Но в целом я здесь больше никого не вижу. Здесь отсюда тоже все как-то смотались. Хотя видно тоже по-прежнему плохо. Так, хорошо. Мы отползем еще маленько. Пару раз перекатимся. Еще чуть-чуть вперед. Но здесь мы никого не видели. Так, ладно. Магазин мы просматриваем. Если кто-то решит оттуда вылезти, мы его, собственно, грохнем. Здесь нам понадобится, скорее всего, техномаг. Потому что я не удивлюсь. Если тут у нас будет кое-кто нежелательный. Китсуна пока останется в одиночке на постраховке. Но считаю, я ее все-таки сейчас пододвину поближе. Продолжаем окольными путями обходить. Здесь мы смотрели дважды. Никого мы там не видели. Юго-восток, юго-восток. Там, скорее всего, у нас гражданские. Но учитывая, что звук движения тихий, могут быть и они, и не они. Так, ну тут точно гражданские. Так, давай выйдем. СВДК тоже. Так. Или чуть-чуть выйдет. И на этом как бы все ее. Так. Здесь перебежим улицу. Здесь кто-то может быть. Но зданий, скорее всего, никого нет. Судя по тому, что по нам никто не стрелял, да. Здесь все хорошо. Тихо, мирно, пусто. Ментовский участок будем отстреливать чуть позже. Сейчас надо хотя бы двух еще бойцов врага пристрелить. Так, где у нас Чехномарк? Куда я его делал? Ага. Все прекрасно. Пошли открывать дверь. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Леопард пока сюда подойдет. Надеюсь, что... ...никто не решит... ...сидеть рядом с дверью. Так, здесь тихо. ...пока сместимся. Скидываемся. Аккуратно выходим. И он сидит здесь, минометчик. Мы промахнулись. Леопард сегодня косячит. Причем сильно. Так. Сюда выбежать? 12, да? 12. Надо на 21 влупить. Отлично. Второй выстрел готов. Так. Техномарк быстренько сейчас смещается. Чтобы подстраховывать. Пока вскидываемся. С этого направления никого не вижу. Осталось трое. Один точно где-то тут бегал. Остальные, скорее всего, с этого направления. Так, 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 так. Так, где наша северная штурмовая группа? Смещаемся. Думаю, что здесь никого не будет. Так, очков действия нету, ничего страшного. Звезда тоже пошел. Остальные ребята пока тусуются на своих местах. Ну, с минометчиком повезло. И здесь тоже по-прежнему никто не шевелится. Но я точно помню, что один из противников тусовался где-то тут. Возможно, он где-то здесь, в мертвой зоне, сидит. Скорее всего, так оно и есть. Просто потому, что я других логичных обоснований, где он там может быть, я не вижу. Тут ложимся. Перекатами пока уходим. Подстраховка у нас здесь и есть. Так. Леопард. Зайдет пока внутрь. Если что, я думаю, мы здесь сможем выдержать. Так. Это кто у нас? Это у нас как раз-таки один из противников. Ну, короткоствол, конечно. Ладно, шугнем его хотя бы. Не получилось его посадить. Еще разочек. Но все-таки попали. Но было бы, конечно, оптимально стрелять с другой штурмовой винтовки. Так. Еще одного я здесь нашел. С этого направления никого больше не вижу. Ладно, считай, рискнем пододвинуть поближе. РГД-5. У мента было. Так. Китсуне. Попробую его еще раз зацепить. Не получается, но я тебя не обвиняю. Так, ладно. В магазине, я так полагаю, никого нету. Поэтому смещаемся. Здесь. Приподнимаемся. Никого нету, что ли? Да ладно, в жизни не поверю. Так, опять же, смещаемся. Леопард остается на месте. Фея подтягивается. Потому что она, если что, будет сейчас лупить отсюда. Здесь северники наши. Движемся дальше. Просто потому, что почему бы и нет. Он очнулся, он очнулся. Так, щит тогда ложится. Если он очухался. Это еще и пулеметчик. Который мог нас... Мог по нам пострелять. Но не может. Зато я вижу ментов. Так. Этот, судя по винтовке, скорее всего с... С автоматом. Так. Ложимся. Чтобы их не провоцировать сильно. Чуть в сторону откатимся. Я слушаю. Здесь Титсуны тоже лупнет по пулеметчику. Не долетает. Не долетает. Ничего страшного, что не долетает. Так. А вот фея должна его здесь запарить. Чисто в теории, из четырех кратки по нему пострелять-то можно. По факту нельзя. А вот по менту можно. Ну так. Ушло все маленько. Но он с пистолетом, поэтому я здесь ничего такого не опасаюсь. Техномаг заходим внутрь. Здесь, скорее всего, больше никого нету. Поэтому леопарда тоже передвигаем. Марс. Смещается, раз уж здесь никого нету. Скидываемся. Стрелять не будем. Северники. Группа армий Север. Движутся дальше. Сейчас будем брать все в осаду. Воды. У этого очков действий не осталось, поэтому он не зашевелился. Ну что ж, для нас так лучше даже. Щит, мочи его. Готов. Здесь приподнимемся, шагнем вперед, рискнем еще разок. И мента здесь не видно. С автоматом который. Значит, он оттуда смотался. Фея может забежать, ну, вперед. Ага, вон он, мент с автоматом. Ложимся пока со спокойной душенькой. Здесь техномаг наприкле. Леопард автомат возьмет. Может, ты хоть с него будешь сегодня попадать. Немножко косячный ты у нас сегодня. Хотя работаешь, конечно, все равно нормально. Но, чуть-чуть косячишь. Это нормально, это классика. Так, Китсуна отсюда может слезать. Она на этом ходу вообще не пошевелится. Может, на следующем пошевелится, но чуть-чуть. Здесь, я надеюсь, никого нету в этом самом доме. Не хотелось бы получить очередь спину. О, команду у нас как раз-таки проверит. Как и штурмовик. Нету никого. Отлично. Зоу гуд. Движемся дальше. Осталось двое противников. Которые действительно противники. Ну-ка, тихо. Ну-ка, фу. Ага, вон кто стрелил. Сведения никакое. Ладно, на следующем ходу ты у меня получишь. Спокойствие. Убежал в мертвую зону. Вон он. Ну и че? Не смей лезть с девчонки. Это что было? Что-то здесь было. Это перехват. Значит, с какой долей вероятностью здесь противник. Которого я здесь не вижу. Так, ложимся тогда. Значит, здание вокзала есть как минимум еще один. Так, по вот этому оболтусу. Да. У леопарда сегодня не очень хороший день, судя по всему. Так, за машину. Ну, здесь ничего страшного, я думаю. Ничего с ним не будет. Так, значит, здание вокзала как минимум есть один. Смещаемся. Надо его мочить там. Здесь автомастерская, в которой никого нету, что очень замечательно. Так, лечь не можем, ничего страшного. Так, на следующем ходу, если что, откроем дверь, начнем стрелять. Мент какой-то пассивный. Не стал он по нам стрелять. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Либо... Работай. А, он отошел маленько. Ладно. Готов. Зашибись. Так, поскольку фею секли, все-таки было бы логичнее, чтобы она пока не высовывалась. Так, Элли, давай-ка за дальнее дерево. Надо запалить, где этот конь. Тусовался. По слишком короткому пути пошли, но ничего страшного. Ложимся. Полицейский участок пока не трогаем. Фея пока тоже не поднимается. Я могу, конечно, ее сместить к этому окну. Но смысла я в этом пока не вижу. Я слушаю. В принципе... Ястреб отсюда можно тоже снимать. Ей здесь невыгодно стрелять. И они вместе с Китсуной сейчас обойдут полицейский участок с этого направления. Китсуна будет ее прикрывать. А снайпер у нас залезет на эту самую крышу. Ястреб, то бишь. В общем-то, план хороший. Еще приализовать его нормально. Так. Слушаю, командир. Здесь я никого не вижу. Так. Отсюда выйти никто не может. Так что можно со спокойной душой сюда подлежать прямо. Да, может кто-то в пользе тусоваться. Но я не думаю, что там кто-то будет. Ага. Здесь я тоже никого пока не вижу. Леопард так скорее всего косячить, потому что он просто устал. Может быть. Хотя... С высокой долей вероятностью я скажу да. Хотя в самом начале он конечно был не таким уставшим, поэтому... Сильно он не должен был косячить. Спускаемся. На следующем ходу побежим. Я готова. Так. Но игра в реальное время не переходит. Значит, кто-то кого-то видит. Только стрелять не может. Я слушаю. Так. Идет. Перебегаем. Значит, кто-то из противников нас видит. Но стрелять он не может. Я тут. Так, откроем дверь. Чуть-чуть сместимся назад. Скидываемся. Давай-ка дадим игре еще разочек. Все, отлично. Так. Китсуна тоже в тихом режиме. Пошли сейчас через открытое здание. Через открытую часть, если быть точнее. Девчонки движутся. Здесь пока... Никого не трогаем. Тихо только. Подойдем сюда. Тебе надо как-то очень аккуратно его там выкурить. Идет. Хотя он здесь нас может засечь, если он прямо здесь сидел. Ого, надеюсь, это не случится. Так, шаг вперед. Юго-запад это гражданский. Не обращаем внимания. Ястреб давай на крышу. Все, ложимся. Аккуратненько перекатываемся. Даже, по-моему, лишнего маленько дал. И поползли. И поползли. Китсуна пока в качестве подстраховки здесь. Слушаю, командир. Я никого не вижу. Так, звезду сейчас попробуем маленько отвезти. Подвезти к этой парковке. Точнее, к этой остановке. Здесь осторожно. Еще на клетку вперед. Можно, конечно, приблизиться на еще одну, но опасным. Весьма опасным. Так, давай все-таки попробуем. У нас не вид. Либо он где-то там лежит. Так, я вижу гражданского. Вижу больше ничего. Но это не означает, что его там нет. Последний раз он стрелял где-то отсюда. С этого направления выйти не могу. Так, пошли дальше. Леопард мало себя вздышался очень хорошо. Очень хорошо. Но здесь еще не поймешь, с какого направления его там видеть. Нет, можно попытаться заслать леопарда вместе с Марсом. Пускай они через этот самый поезд с тыла выйдут к нему. И, в общем-то, почему бы и нет. Техномаг тогда отправится вместе с ними. Толк от этого картка ствола здесь. Хотя подожди. Техномаг останется с ними. Останется на месте. А вот фея у нас как раз-таки и пойдет. Да. Менты нас запалили. Ты где там, обезьяна? Выдавим пару прыщиков. Сидит он тут, нас спасет. Иди отсюда. Обожаю эту игрушку. Никогда. Запомните. Никогда не подходите к девушке сзади, если она чем-то занята. Никогда этого не делайте. Я на своем личном опыте убедился, что эта идея очень плохая. Потому что вы можете получить по башке очень-очень быстро и очень-очень больно. Когда женщина чем-то очень занята, ее лучше от этого не отвлекать. Потому что, ну кому понравится, если его отвлекают от дела. На котором он практически полностью сосредоточен. Правильно, никому. Вот и этот точно так же. Так. Инта мы отстрелили. Так, а вот он, кстати, этот самый засадник, которого мы слышали. Отстреливаем его с спокойной душой. И остался последний. Скорее всего, он также в здании вокзала находится. Рискнем Элли выйти. Никого нету. Хорошо. Хорошо. Сюда забежать в мертвую зону. Идея-то нормальная, вроде бы. Тать-тать-тать-тать-тать-тать-тать-тать-тать-тать-тать. Вот он стоит. Давай. Опс. Вот это нехорошо. Это нехорошо. Гранату ему попробовать внутрь. Давай, если... Ну, прилетело. Но его укрытие там спасло. Команда сейчас может немножко достаться. Что не самое, конечно, приятное. Но что поделать. Так. О. Тебе что здесь надо? Сваливаем минуточку. Да, скорее всего, сейчас без ранений не окажется. Хотелось, конечно, но... Он, скорее всего, лежит здесь за укрытиями. Хотя... Если он сейчас приподнимется, будет шанс перехватить его ястреб. И она, может быть, спасет нас от ранений. Да, шанс появился. Отлично. Замечательно. Перекрестный. Огонь сделал свое дело. Ну и, собственно, кто у нас остался? У нас остались только менты, которые, скорее всего, тусуются в полицейском участке. Так что с этими ребятами мы сейчас расправимся без каких-либо проблем. Ну как без каких проблем? Без относительных проблем. Потому что эти оболтусы у нас любят сидеть где-то. Да, вот, куда я ему прилетела. Потому что эти оболтусы у нас любят сидеть до последнего и вообще не высовываться. Они себя вообще очень пассивно ведут. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Ну ладно. Это мы сейчас решим вопрос. А, понял. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Все, давайте выходим со стороны вокзала. Входим с этого направления. Так, дверку через поезд мы открываем. На вокзале, скорее всего, их нету. Гражданские все разбегаются, как тараканы. Вот с АВМ он был. Да, здесь ничего нету. Так, ну в принципе мы можем потратить один заряд. На то, чтобы подорвать стену полицейского участка. Я не думаю, что там будет что-то для нас ценное. Поэтому со спокойной душой, я думаю, мы можем ее потратить. Или же потратить миномет. Минометный выстрел. Тоже хороший вопрос. Дистанционный детонатор. У нас детонатор с таймером. Давай-ка мы сейчас маленько поменяем их. Блин, вот честно скажу, мне вот лень. Мне лень. Так. Давай-ка мы сейчас так же, как и всегда, просветим сейчас камерой. И попросту отстрелим здесь все, что только можно. Просто мне лень тратить. Заряд. Чтобы кого-то здесь грохнуть. Здесь слезогонка. Так, Марс, ползли сюда. Здесь никого больше не видно. Здесь стойка мешает. Я слушаю. Тут я никого не вижу. Вон он сидит. Он как раз дверь спасет. Честь имею. Давай-ка подойдем потихоньку. Прострелить? А, нет. Прострелить не получится. Я слушаю. Прострелить не получится. Я слушаю. Заходить лень. Вот честно скажу. Потому что здесь еще непонятно, кто может сидеть. Ага. Вижу мента. Вижу проблемы с тем, чтобы по нему попасть. О, второй раз прилетело. Так, тут ляжем. Не будем их провоцировать. Щита можно тоже, в общем-то, подтянуть. Так, про Эли я забыл. И про команду тоже. Про нашу штурмовую. Пару номер два. Может, они бы действительно пара была бы, если бы доработать немножечко взаимоотношения. Возможно, они были бы парой. Кто-то там подскользнулся. Так. Мента не видно? Ага. Ага, вон он. Добить. Еще один точно здесь у нас тусовался. Около двери. Ложимся. Я вот опасаюсь, как бы здесь кого не было. За этой самой стеклянной. За этим. За этой комнаткой для переговоров. Здесь. Давай-ка все-таки будем следить за этим гавриком. Он хоть и повернулся, но пока не собирается оттуда сматываться. Сидит. Отлично. У нас появился шанс. У нас появился шанс прибить его. А, он в оружейке. Понятно, почему его здесь не видим. Сейчас мы его вроде как даже простреливаем. Пододвигаемся тогда. Да, или его может прекрасно прострелить. На следующем ходу. А если пытаться его прострелить... А смысл его пытаться сейчас прострелить, если он сейчас не обращает сюда внимания вообще никакого. Так, прицел пока на коллиматорку. Честь имею. Да, я думаю, смысла здесь прострелить его вообще нет. Смысл прострелить его появится, если он решит сейчас подойти к двери. Тогда да. Точнее, если он сейчас обратит внимание на дверь. Да, вот теперь надо его прострелить. Он услышал. Он реагирует на слух. Огонь по башке ему. Еще. Скидку не сбили. Какая целеустремленная упорность, а. Так, и там еще кто-то стонал. Там, скорее всего, либо мент, либо еще гражданский. Так, все прекрасно. Здорово. Ага, вон кто второй был. Так, давай-ка тогда сейчас сначала с этого в тыл напихаем. Теперь поворачиваемся и добиваем этого мента. Сортирники, блин. Все. Отлично. Что я могу сказать? Отлично. Все прекрасно поработали. Обошлось даже без ранений. Что очень редкое явление. Но обошлось без ранений. Хотя нам просто повезло, что с самого начала здесь оказалось всего четверо. И из элитчиков было всего три бойца противника. Был бы процент элит и побольше, возможно. А нет, фру, не три. Четверо. И эти двое у нас на вокзале тусовались и вообще не проявляли никакой активности. Неплохо, в принципе, неплохо. Нам еще заодно сейчас кто-то тащится сюда. Поэтому нам надо сейчас решить. Либо мы движемся дальше, либо мы оставим этот самый патруль. В принципе, можно встретить патруль и сразу его прибить. Потому что я смотрю, все это стадо на нас бежит. Либо четверо бойцов, что очень странно. Скорее всего, все это стадо на нас бежит. Или же двигаться дальше. Но об этом будет, скорее всего, решено в следующей серии. Потому что я думаю, что на этом уже как бы все. Снимаем сразу всю навеску, которую мы видели здесь. Из трофеев. Сами видите, здесь уже, по счастью, обошлось без всяких пистолетов, пулеметов и все остальное. Деньги мы, естественно, обналичиваем. Ну и, собственно, я думаю, что на этом эта серия закончится. Я думаю, в следующей серии двинемся дальше. Либо за кадром я сдержу оборону. Хотя, может быть, и сниму это все на камеру. И, соответственно, выглянемся дальше. Ладно. Я на этом с вами прощаюсь. Сохраняемся, естественно, как и было. Как и было всегда в конце боя. Чтобы никто не думал, что я потом какие-то события переигрываю. И чтобы избежать один из тех эпизодов, когда я забыл сохраниться. И в итоге мой боец выжил. Ну и я с вами прощаюсь. С вами был Блэклинг. И удачи, комрады, в ваших боях. До связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!